Добрый вечер! Сегодня Гомельское областное объединение профсоюза. Областная ветеранская организация и комитет БРСМ в першиню подписали погоднение в супрацовнестве. В этом документе баки окреслили накерунки, эффективное взаимодействие по яких может принести наибольшую значную корысть жихарам региона. Алексей Нцеров подчеркнулся перспективами. Основный накерунок работы на первопочатковом этапе – поддержка ветерану войны и працы. При этом, подчас совместного посаджения трех громадских организаций в области подкресливается. Размова не идет в неких значных финансовых укладаниях. Тем больше, что держава в этом плане робит шмат, а заудельниками великая чина замасованы не только социальные работники. Больше внимания именно задействовать все общественность на работу с этим ветераном. Мы здесь средств практически не предусматриваем. Если будем находить, мы будем давать. Но это именно внимание, чтобы каждый ветеран был в кругу своих знакомых, друзей. Сирот запланованного – включение у коллективной договоры мер по адресной социальной потребности ветеранов. На увазе мается, например, допомога о забеспечении палевым людей, которые проживают в приватных домах в ладанях, а также просовка их присядебных участков, допомога о набыти лековых препаратов и сельскох господажей продукции. А про чатаго предугледживается проведение на перейдении 71-й годовины перемоги суместного месячника по доброупорядкованию местово-воинских похований. На гомичне, до речи, такой опыт уже есть. Напевно, одним из самых значных проектов, над реализацией которого в почтный час працевали громадские организации Гомельской области, стала реконструкция помненько героям-комсомольцам, а также территория, которая до него прилегает. В общем, идея належит об основном объединении профсоюзов, которые выдают на ГТМТ больше 1,5 млрд рублей. Потом идею поднимали также областные организации БРСМ и ветеранов. Певные напрасывки по работе с ветеранами сегодня есть во всех громадских организациях. БРСМ не выключение, при том, что для самих молодых людей такие взносины так само могут быть корыстными. Почуть правдивые вспоминания об истории своей малой родимой от непосредных у денег упадей – это вельми действенный элемент патриотичного выхования. Чтобы молодежь знала о том, как это было, чего это стоило и ценила это. Потому что если вот эту нить потерять в связи, то буквально через одно поколение это все забудется и можно будет запросто переписать историю. Погаднение с операционницей по Межкомецким областным объединениям правосоюзов, областной ветеранской организации и БРСМ различено на пять годов. Зоникам этого баки не выключают в махчемости дополнение документа новыми накерунками. Урежьте мета громадских организаций, допомога о выращении задач, яке наибольшь актуальна для громадства на даденном этапе его развития. Он будет обретать, так сказать, определенное направление при проведении таких специальных каких-то крупномасштабных акций. В принципе, у нас не было разделенного никогда. Мы всегда находили, так сказать, взаимопонимание. Но здесь мы бы хотели просто лишний раз подчеркнуть и показать консолидацию наших сил. Олег Синтеров, Валерий Гопанько, Телерадо, компания «Гомик». До инших тем. За минулый год с упрацовниками Аховы правопарадку было зафиксовано больше как 100 фактов махлярства, у относенных до пенсионеров. Амаль, во всех выпадках люди стратили свои сбережения за доверливого оставления до непрошенных гостей. Все лето на территории Гомирской области таких злочинствов у пакуль не выявлено. Але правоохонники попереживают обмахчимой активизации махляров у совези с деноминацией, якая почнется в лепени 2016-го. Александр Гамоля протягне. Доверливость, малосвядомость и гостиность пожилых людей. Войстые трекиты, на которых и будуют свои подманы неопрошенные гости. Под выглядом социальных работников и они наведываются до пенсионеров часом целыми группами. Покули одни ведут размову, иншие шукаются кватеры гроши. Кроме того, что представляются работниками социальных служб преступники, имело место, когда мошенники пришли в дом пожилой женщине и представились работниками церкви, которые оказывают помощь престарелым людям. После их ухода женщина недосчитала с 4,5 тысяч долларов США, 500 евро и 4 миллионов белорусских рублей. Часто махляры просят пенсионеров продоявить откладенные на черный день банкноты, как переписать их номеры. А после того, как махляры покидают дом, частка грошей возникает разом с ними. В Брестской области навык уже был выпадок, когда махляры в связи с динаминацией, которая ожидается только летом, меняли гроши старого узора на новые. С процентами. Хочу обратить внимание пожилых людей на инвалидов, на соблюдение осторожности по отношению к незнакомым людям. Социальные работники, они имеют удостоверение и обязаны предъявлять его по первому требованию. Все пожилые люди, которые состоят на надомном обслуживании, они знают социальных работников. Органы по труду, занятые социальной защитой, обменом денежных средств не занимаются. Динаминация, которая начнется в лепени 2016-го, носит выключно техничный характер и призвана удосконалить грошовый оборот. С лепеня поснежень у им будут находиться купюры и старого, и нового узора. И специально для этого менять их у банку нема никакой потребы, бо наличваться суммы пенсии и заробка будут уже без 4 нулёв, и процессы обмену грошей пройдя поступово подчас набытя товаров и оплаты послуг. До того ж с первого студеня 2017-го и на протягу 4-х годов обменять гроши можно будя у любым банку. Новые денежные знаки образца 2009-го года появятся в обращении только с 1 июля. До 1 июля, если вам кто-то покажет эти денежные знаки образца 2009-го года, можно сразу отнести, что это не действительные денежные знаки. Опошние две деноминации проходили в Беларуси в 1994-м и 2000-х годах. Тогда они были отзначены по величинам колькости махлярства, удочинений до пенсионеров. Всё лето правооховники уже начали працевать над профилактикой. Таких выпадков исподдаются на самосвядомость насельництва. Александр Гамоля, Дмитрий Радзянко, телерадио-компания «Гомель». Сегодня означается «Татьянин день». Ушановывают святую Татьяну и в православном свете, и в студентском асяродье. Об традициях свято, поверьях и на реште популярности имя Татьяна. Давидалася Ганна Ковалева. Ровно пять годов тому студентам Гомельского университета имя Франциска Скарына заявился персональный талисман. Лечится, что когда подтриматься за хвостики бронзовой студентки, сессия пройдет удалой и без хвостов. Дорогие, эта скульптура была установлена 25 студента 2011 года. Причем такая дата была выбрана не выпадково. Миновата 25 студента або 12 студента 1755 года по старым стилям императрица Елизавета подписала указ об засновании Московского университета. Народжение первой России ВНУ супал с днем памяти святой Татьяны. Так, 25 студента стал и днем студентов-заступницей, якихстых часов и лечится святая. Конечно, знаю, что такое сегодня. Татьяне день, день студента. Будем отмечать его со всей нашей группой. На пятом курсе учусь физического факультета. Знаю то, что сегодня день студента, но как-то отмечать не приходится. Загружена сейчас и вторая сессия, то есть я еще на втором факультете учусь, поэтому как-то да. У храма Ксюни Раницы у памяти святой прошли урочистые службы. Татьяна народилась около 200-го года у Риме упередгонения у на християн. С часом стала деяконисой, рахтовала людей до хрещения и пересвячала их у основы христианской веры, за якую и загинула мученицкой смертью. Что можно к ней обратиться? Помощи в учебе, в образовании, особенно в оцерковлении, молитвенного заступничества пред Богом, как мученицы, во всех наших делах, особенно в юниженшеском возрасте. Фактически можно просить обо всем. Но выделяется, конечно, напрямую это ее возраст. Возраст и ее непосредственно занятия в мирное время. Учась сама учила других. Интересно, что имя Татьяна, не глядяши на свое рымское походжение, лечится традиционно русским. И оно распространено в многих славянских краинах. В Гомельской области особо популярным оно было в 80-е годы, минулого 100 года. Зараз иступило лидерство. За 2015 годы Думе грамотанских обрадов была зарегистрована усягу одна Татьяна. Все лета поколи не одной. Во-первых, смотрят час по святцам имена. Ну, естественно, мода, сериалы сказываются. Иногда приходят вот в один прекрасный день, например, там, пять родителей зарегистрировать одно и то же имя. Мы все время у них спрашиваем, а как вы так вот как-то в один день? Оказывается, в одной палате лежали все вместе, мамы решили все-таки назвать таким именем. По старым поверью, лечится, что девчинка, яка она родилась у гэтый день, будет доброй господиней. Дарай, что сегодня вечера студенты Гомеля будут господарить у Лядовом Палаце. Для их у Гонор Свята организуют массовые катанни и флэш-моб у знак сяброуства студентов усих университетов областного центра. Ганна Ковалева, Валерий Гапанько, Игорь Марышенко, телерадио «Кампания Гомель». Мазырский центр циркового мастатства «Арена» планует завоевать публику и журы самого престижного в свете конкурсу «Новое поколение» у Монте-Карла. И он отбудется уже на наступных выходных. Поветранные гимнасты представят у Монако номер под назвой «Дазорок». Зараз артисты старанно рыхтуются и шмат репетируют. Подробностей у корреспондента у телеканала «Мазыр». Шлях до вершини у циркового мастатства был не просто долгим, а леетти арнистым. Фестиваль у Монте-Карла для артистов цирка, як олимпиада для спортсменов. Кожная перемога у конкурсах и фестивалях, каждое выступление были для мазырских поветранных гимнастов приступками в Велизарной лесовице до выконания заповедной мары. В 9 лет мы к этому шли и ждали, ждали, когда это все. И каждый год мы ездили на всякие конкурсы и в Китай, все ради того, чтобы туда попасть. Это очень сложно. Туда попадают только самые лучшие из лучших. И мы очень рады. Выступление юных артистов на самых престижных международных конкурсах и фестивалях зауседы проходят на высоком узровне. Довольно складанные номеры покорили журы не только детячих, а и дорослых конкурсов. Артисты центра заявили про себя гучными перемогами в России, Украине, Италии и Китае. Запрошение у Монте-Карло можно назвать уникальным. Николе, ясно, за всю историю белорусского цирка наша краина не удельничала в этом конкурсе. И вот с районного Мазара представлять всю краину отправляться аренам. Мы решили попытаться использовать свои силы в акробатике, в гимнастике, в эквилибристике, то есть в самых сложных видах искусства. И действительно постараться добиться признания на международной арене. Запрошение пришло напереды дни Нового года. Таму часу на подрихтовку было совсем мало. За некольки тыня пришлось не просто отшлифовать номер, али подрихтовать новые костюмы. У одних на открытии артисты будут не из тястях Республики Беларусь. Яны выконаны у традиционным белорусским стиле, а у других будут выступать. Подрихтовали Мазарань организаторам конкурсу и подарунки. Так само с традиционным белорусским колоритом. Илона Шауловская, Светлана Грудькович, Аслав Прописнов, телеканал Мазыр. Специально для телерадоекомпании Гомель. У Гомельской областной универсальной библиотецы Мя Ленина презентовали новую книгу молодой гомельской поэтки Марины Башуровой. Подея собрала близкихся броу-аутера и литераторов. Марина Башурова член литературного объединения Пралеска, дипломант республиканских и международных конкурсов. Ее берши можно прочитать на сторонках региональных и республиканских газет и часописов. А кроме того, Марина Башурова з'является аутром навуковых артыкулов, опубликованных у сборниках навуковых конференций. У литературной биографии поэтки два сборники. Перший з їх под назвой «Укроплях акварели» побачил свет четыре годы тому. Книга «Нямой кино» стала другой. Под вокладкой аутр собрала полсотни вершев, написанных у перейд с 2004 по 2011 год. Тематика, наверное, основная – это любовь к родине, любовь в целом, как бы солнце и позитивно, но это одна из таких ярких мотиваций. Хочется сказать, наверное, что поэт у нас востребован, кто бы сейчас что-нибудь говорил. То есть, люди интересуются, культура, сейчас, мне кажется, на таком уровне, когда молодые люди интересуются поэзией также, также литературой в целом. Зараз Марина Башурова працует над третьим проектом. Книга «Аксиома поэта» выйдет уже селета, и она будет представлена в паперовом и электронном вариантах. Иллюстрациями новой книги Марины Башуровой послужат работы ее сестры львовской мастачки Олены Часловой. На выходных у Гомеля отбылось свято снегу. Яну разгорнулась у зарычной зоне Ракисож, богатадзинае место у центральной часцы Гомеля, где снег не убирали, и его слишком хапило усим удельникам мероприемства. Массовый забег на лыжах, межрайонное споборнествы по Брумболе, творчый конкурс «Снежная майстерня». Подробясь не об усим гэтам и многим иншим, репортаж Вероники Ворошилиной. Масштабная и видовищная городская свято снегу не глядит же навод на муцный массовым спортивным споборнествам стал забег на лыжах. У им приняли удел навушенцы 7-11 классов из всех школ, гимназий и лицей у Гомеля, а так само все жадающие. Девчинки переодолевали один километр, хлопчики полтора. Лыжный забег объеднал больше полтысячи человек, однако навод для самых подрихтованных его удельников гэтая дистанция оказалась тяжко переодольной. Занимаюсь уже порядка десяти лет, лыжными гонками начинал, в биатлон ушел и начал заниматься биатлоном. Тяжело далась дистанция, подъемщик маленький, он небольшой, но тяжелый, бегалось тяжело. Почас проведения святоснега все жадающие так само смогли проявить себе у широго цикавых и займальных викторин. До приклада удельникам творчего конкурсу «Снежная майстерня» пропоновали злепить со снегу все, на что хопить фантазии. Белое покрытие на вачах набывало дивные формы и о фарболке. Бадай, самой оригинальной забавой подчас святоснегу стало с поборництва по Брумболе. Это зимовая командная гульня, якая нагадывая хоккей, однако кардинально одрознивается от его своим спортивным инвентаром. Соперничали помеж собой школьники из разных районов Гомеля. Брумбол мы проводим первый раз среди районов. Это модифицированный хоккей, там, где клюшки заменяются метлами, шайба заменяется мячами. Это не травмоопасно и потихонечку приобретает свое значение инвентарь, создаются уже специальные клюшки, поэтому мы тоже будем развивать. Долучились до городского святоснегу так само особные предприемства, организации и силовые структуры. Соперационники Державного комитета судовых экспертов с Пагомельской в области до прикладу провели спортивное споборництво по снежным футболе. По узроне эмоций оно могло поспорчаться с оправданными футбольными матчами. Нашему управлению исполняется в этом году уже три года и мы решили впервые в истории нашего управления провести День снега и одновременно спортивный праздник День здоровья. Я думаю, что они будут способствовать укреплению климата в нашем коллективе и способствовать укреплению взаимодействия с нашими подразделениями. У целом городское святоснегу у Гомеля прошло масштабно и весело. Кожный мог найти для себя цикавый и займальный заняток отримать зарод позитиву и приемных ураженев. Вероника Врашилина, Йоген Макиянка, телерадиокампания Гомель. Новины региона, информацию об проектах телерадиокампании Гомель вы можете знайсти на нашем сайте у интернеті по адресі www.tvrgomel.by На гэтым выпуск завершен у студии працывала Наталья Игнатенко. Усяго доброго и до новых зустречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин